привет всем спасибо что вы с нами на нашем канале закончились деньги пора домой на заработки сбежавший из россии меладзе замечен в москве он был непременным участником масштабных концертов регулярно появлялся на телевидении но после начала слова проявил себя настоящим испуганным патриотом отменил все концерты сославшись на здоровье уехал из россии начал давать концерты на зарубежных площадках потом меладзе попал в историю на концерте в дубае прокричал бандеровский лозунг попал под проверку российской генпрокуратуры и долго оправдывался что его не так поняли однако все это не повлекло для певца серьезных санкций он по-прежнему даже не числится и на агентом а также имеет право выступать в россии в принципе то происшествие несколько его отрезвило он начал избегать давать интервью украинским сми и вообще делать хоть какие-то политические заявления но и в россию на всякий случай не заезжал хотя долги по налогам в итоге погасил в общем меладзе оказался в непростой ситуации прощать его за высказывание первых месяцев и своего никто не собирается как минимум с точки зрения морали поэтому на российское телевидение и на большую сцену в россии ему возврата нет молчание же пошло ему в плюс во всяком случае на агентом он не стал несмотря на стороне вайкули которая предприняла много усилий чтобы утопить и замазать коллегу окончательно поэтому меладзе ездит с концертами по странам ближнего и дальнего зарубежья а в россии похоже он готов выступать только на закрытых корпоративах за 12 миллионов рублей и с некими гарантиями безопасности как же красиво он вошел в нашу жизнь и как некрасиво он ушел из нее сбежавшего из страны меладзе сейчас тихо молча ждет очередной корпоратив за несколько миллионов приехал негромко его заметили в ресторане на рублевке сидел уминал грузинскую кухню и обсуждал возможность проведения корпоратива военкор александр кодз не удержался и прокомментировал возвращение меладзе так меладзе вернулся так пусть выступит а мы посмотрим только не на него певец ртом который в дубае славил героев на бандеровский манер приехал в россию и хочет выступить на корпоративе за 12 лямов так давайте этот корпоратив транслировать онлайн только камеры направить надо не на сцену она благодарный зал чтобы посмотреть на счастливые лица тех кто весело отплясывает под любителя лозунгов меладзе то ясное дело беспринципный мерзавец и по сдержавшийся конъюнктурщик но кто эти люди и в каком мире они живут на третий год войны чтобы смотреть в рот тем кто на тебя буквально нагадил что это за девиация но и конечно на виновника торжества готового вывалить 12 миллионов тоже хочется посмотреть вдруг он еще не знаменит так дурная слава его быстро найдет с такими музыкальными пристрастиями проблема возвращенцев ливших грязь на нашу страну не только в них самих и их похудевших кошельках она в условиях при которых они не просто возвращаются но и имеют возможность собирать аншлаги и вот эти люди с телефонами в зале это же не пятая колонна не иностранные агенты и не украинские эмигранты проблема в неуважении к себе и элементарной ментальной гигиене высказался возмущенный военкор россияне тоже молчать не стали надеюсь что корпоратив накроется медным тазом и он уедет либо на нары либо из страны имеет наглость шляться по москве если есть гарантии безопасности господи кому ты нужен дедуля первую очередь вопросы должны быть к тем кто этому пиву ну готов 12 лямов отстегнуть для таких как он деньги не пахнут он просто решил красиво войти в нашу грешную жизнь чувак пришел к успеху не вылезал с центральных каналов и шоу а теперь прячется как крыса и втихаря зарабатывает на корпоратах гневно высказываются россияне